Эти машины называют покорителями воздуха. Это единственное изобретение человечества, способное не только подниматься на высоту нескольких сот метров, но и зависать в воздушном пространстве. Ни один механизм на земле не способен двигаться в любом из четырех направлений, ни один кроме вертолета. История винтокрылых машин началась на заре эпохи индустриализации, однопременно во многих странах. Но первый высотный мировой рекорд принадлежит вертолету производства СССР. С тех пор в России сохраняется традиция быть среди первых в сфере вертолетостроения. Над созданием новых аппаратов работают лучшие ученые и инженеры нашей страны. Российские вертолеты перевозят грузы и пассажиров, тушат пожары и спасают людей в самых труднодоступных и экстремальных зонах нашей планеты. Что собой представляет долгожданная премьера завода КАМОВ? Это как бы первый вертолет в данном классе. В линейке вертолетов России в данном классе не было подобных вертолетов. Это вот новинка, поэтому и заполняется эта ниша, которая в принципе востребована эксплуатантами. Что стоит за именем вертолеты России? Мы выпускаем уникальный продукт, уникальный российский продукт, который помимо коммерческого присутствия, обозначает также присутствие Российской Федерации в регионах мира. Какие аппараты разрабатывают российские ученые в Чехии? На сегодняшний день аналогов не существует. Мы тщательно промониторили рынок. Подобных систем пожаротушения для вертолетов легкой категории на сегодняшний момент в мире нет. Для чего нужны центры управления полетами на колесах? Мобильный надземный командный пункт, он предназначен для организации управления полетами в зонах чрезвычайных ситуаций. История вертолетостроения началась в начале 20 века, но столетиями ранее великие ученые уже делали попытки создать летательный аппарат, способный подниматься вертикально в воздух. Первым, кто понял силу и возможности винтов, был великий Леонардо. Но, как и многие изобретения Маэстро, прототип так и остался в чертежах. 1754 год. Россия. Не зная о существовании разработок да Винчи, Михаил Ломоносов пытается создать летательный аппарат вертикального взлета, который должны были обеспечивать спаренные винты на параллельных осях. По идее русского гения аппарат должен быть беспилотируемым и применяться для наблюдений за погодой. Построить винтокрылую машину Ломоносову не удалось, но именно его изобретение считается прототипом вертолётов будущего. Должно было пройти более 200 лет, чтобы изобретатели вновь вернулись к проектированию аппаратов для вертикального взлета. Создание вертолёта заняло не одно десятилетие и шло методом проб и ошибок. Бензиновые двигатели, именно они совершили переворот в истории вертолётостроения. С их помощью прототипы обрели мощность, необходимую для отрыва от земли. Первый в мире вертикальный полёт состоялся в 1907 году и продолжался всего одну минуту. Аппарат французских братьев Брегги весил 578 килограмм, имел 4 винта, двигатель в 45 лошадиных сил и был неуправляем. Но эта минута в воздухе стала началом истории винтокрылых машин. После этого события десятки изобретателей начали предлагать свои идеи для создания вертолётов. Все они имели схему, где несколько винтов служили для поддержания аппарата в воздухе, а ещё несколько для того, чтобы толкать его в нужном направлении. Это были крайне сложные конструкции. Расчёт аппарата даже с одним винтом на заре аэродинамической науки представляла себя очень трудную задачу. Учесть же взаимное влияние многих винтов оказалось практически невозможно. Однако, одновинтовую схему, которая сейчас используется на большинстве вертолётов, тогда всерьёз никто не рассматривал. Конструкторы неизбежно сталкивались с реактивным моментом. Двигатель, жёстко соединённый с гондолой, вращал не только сам винт, сколько корпус аппарата в противоположную сторону. Казалось бы, техническая мысль изобретателей зашла в тупик. С одной стороны, непредсказуемость и сложность многовинтовых машин. С другой, непреодолимость реактивного момента на одновинтовых аппаратах. И только одного изобретателя эти сложности вдохновили на создание совершенно иной схемы летательного аппарата. Студенту Московского высшего технического училища Борису Юрьеву было всего 22 года, когда он, изучив предыдущие модели вертолётов, предложил принципиально новое решение летательных аппаратов. Реактивный момент, с которым не могли справиться конструкторы одновинтовых машин, устранился за счёт маленького винта, расположенного на хвосте вертолёта. А послушность рулю вертолёт приобретал с помощью наклона оси несущего винта. Борис Юрьев рассчитал, что таким образом можно получить хорошую горизонтальную скорость полёта, не делая специального винта пропеллера с горизонтальной тягой. Поступательного движения вертолёта можно добиться также наклоном вперёд корпуса аппарата. В этом случае сила большого винта разлагается на две силы – подъёмную и тягу, и аппарат начинает двигаться поступательно, и чем больше наклон машины, тем больше будет скорость полёта. Проблемы поворотов вокруг своей оси и движения вперёд были решены, но для безопасности управления машиной в воздухе требовалось научить её совершать крены и менять высоту. Это оставалось самой трудно решаемой задачей до тех пор, пока свет не увидел изобретение Юрьева, которое совершило прорыв в вертолётостроении. Конструктор создал поистине уникальный автомат перекоса. Как и всё гениальное, принцип действия этого автомата был очень прост. Каждая лопасть несущего винта описывает при вращении круг. Если лопасти сделать подвижными относительно своих продольных осей, чтобы они могли менять угол наклона к плоскости вращения, то можно очень легко управлять движением вертолёта. Если часть круга лопастей пройдёт большим углом, а часть с меньшим, то, соответственно, тяга с одной стороны будет больше, а с другой меньше. Несущий винт, а вместе с ним и вся машина, будет поворачиваться в соответствующую сторону. Автомат перекоса как раз и обеспечивал необходимую установку лопастей. Изобретения, которые дали дорогу дальнейшим разработкам вертолётной индустрии, были сделаны Юрьевым в 1911 году. Годом позже инженер собрал макет одновинтового вертолёта с рулевым винтом в натуральную величину. Модель оценили малой золотой медалью на международной выставке воздухоплавания и автомобилизма, проходившей в том же году в Москве. Однако, чтобы построить летающий аппарат, ни у инженерного училища, ни у самого Юрьева денег не нашлось. Инженер так и не смог запатентовать свои изобретения и продолжить разработки механизма, который до сих пор используется на большинстве современных вертолётов. Вернуться к своим разработкам Юрьев смог только после Первой мировой войны, 1924 год. Инженер занимает пост начальника экспериментального аэродинамического отдела ЦАГИ. Тогда у Бориса Юрьева впервые появляется возможность реализовать свою одновинтовую схему летательного аппарата. Под его руководством конструктор Алексей Черёмухин построил первый советский вертолёт 1ЭА. Эта машина имела два рулевых винта и два мотора РОН мощностью по 120 ЛС каждый и впервые в истории снабжена автоматом перекоса. 1930 год. Первые же лётные испытания аппарата дали блестящий результат. Пилотируемый Черёмухиным вертолёт уверенно отрывался от земли и легко взмывал на высоту нескольких сот метров. В воздухе он мог свободно описывать восьмёрки и другие сложные фигуры. Через два года Черёмухин поднимается на этом вертолёте на высоту 605 метров, поставив тем самым абсолютный мировой рекорд того времени. Однако изобретатели понимали, что вертолёт нуждается в серьёзных доработках. Для этого требовались огромные деньги. Но тогда в 30-е было время самолётов. Правительство Советского Союза тогда ещё не оценило все преимущества и уникальность винтовых машин и считало вертолёты дорогими игрушками. Проект Юрьева так и не получил финансирование. И только спустя 10 лет инженеру с большим трудом удалось добиться разрешения на создание специального конструкторского бюро, которое он и возглавил. А ещё через год началась Великая Отечественная война. Военные действия свели на нет разработки и усовершенствования вертолётов в СССР. А вот в Европе и Соединённых Штатах напротив конструирования и строительства винтокрылых машин шло полным ходом. В конце 30-х годов лидером вертолётостроения была Германия. В Америке русский эмигрант Игорь Сикорский доводит до совершенства изобретения Юрьева. В 1942 году командование ВВС США предлагает Сикорскому заказ на разработку военного вертолёта с автоматом перекоса, который можно было бы использовать для корректировки огня и для связи. Новый образец получил наименование ВС-316. В январе 1942 начались лётные испытания готового вертолёта. В апреле машина уже демонстрировалась перед военными. Сидевший за штурвалом пилот-испытатель Чарльз Моррис сумел показать нереальные в то время возможности винтокрылого летательного аппарата. Он зависал над головами изумлённых зрителей, взлетал и снова садился на старое место, прямо в выемке от колёс. Машина перемещалась вперёд-назад-вбок и разворачивалась на месте. Через месяц ВС-316 был принят на вооружение армии США и запущен в серийное производство. Война затормозила развитие советского вертолётостроения. Но именно боевые действия с участием вертушек в других странах дали понять правительству СССР, что дорогие игрушки могут быть незаменимы в ходе военных операций. И тогда руководство страны приняло решение, вертолётостроение Советского Союза должно выйти на уровень стран Европы и США. Через год после Дня Победы Борис Юрьев сумел добиться организации двух новых конструкторских бюро. Одно возглавил Михаил Миль, который взялся разрабатывать одновинтовой вертолёт. У руля второго встаёт Николай Камов, избравший соосную схему. Кстати, именно этот инженер и ввёл в обращение термин «вертолёт». До этого винтокрылые аппараты носили заимствованное из французского названия «геликоптер». В 1947 году Камов выпустил свой первый вертолёт Ка-8. Однако, когда в конце 40-х годов был объявлен конкурс на лучшую советскую модель, его выиграл вертолёт Миля Ми-1. Он был создан по одновинтовой схеме Юрьева. В 1951 году он был запущен в производство, открыл всемирно известную линейку вертолётов Миля. Прошли десятилетия. Вертолёты марок Ка и Ми известны во всём мире. Из конструкторских бюро предприятия Миля и Камова превратились в гигантские заводы. В 2010 году все вертолётостроительные предприятия нашей страны объединились в холдинг «Вертолёты России». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова